При повторном прохождении через это место появляется бронник. Причем, что самое интересное, что он мог появиться и в первый раз, но почему-то проигнорировал меня. Ну вот заодно получил по голове и олонский рыцарь. Да уж, с этой дубиной как-то уж совсем все просто становится. По крайней мере, с фантомами. Деннис практически ничего не смог со мной сделать. Очередная человеческая фигурка, которую мне придется использовать, чтобы в очередной раз призвать Луку. Наверное, большей проблемой этой локации является не сколько сам этот демон, по-то, что к нему быстро не получается добежать из-за этой огромной кучи рыцарей. Итак, я думаю, что нам стоит одеть что-нибудь потяжелее. Наденем сет элитного рыцаря и вот такую страшную маску голема. Или голема, как вам угодно. Ну что ж, не будем в этот раз слишком торопить события и... Расчистим сначала себе путь. Стреляй. Своими самонаводящимися стрелами. Так, и мне нужно восстановить человечность. О, он что-то дал. Шлем Олонского капитана. Так, ну хоть не зря я умирал. Заодно почитаем, что за шлем Олонского капитана. Шлем, который носил капитан Олонских рыцарей. Обмундирование Олонских рыцарей, служивших Старому Железному Королю, создавалось с использованием особой технологии литья. Работа лучших мастеров, которая отлично сохранилась. Судя по всему, форма доспехов была взята у странных рыцарей, которые обучали воинов Железного Короля владению мечом. Рыцари оставили своего повелителя после того, как тот поддался своим низменным желаниям. Вообще, конечно, достаточно специфическое сочетание рыцарских доспехов и катан. Это такая ядовитая смесь. Я надеюсь, что теперь у нас все получится. Так, давайте посмотрим. Давайте еще возьмем оранжевый плот, чтобы повысить свой резист от огня. И, возможно, у меня есть что-то, чем можно обмазать свое оружие. К сожалению, электрического у меня ничего нет. Попробуем тьмой. Я не помню, насколько тьма эффективна против демона из плавили. Так, по-моему, она не намазалась. Лука начала хоть что-то делать. Быстрый он загорелся. Сидим. Что-то он слишком на нее англится. Бегай, дурочка! Я думаю, он будет взрываться, но он просто зажег свой меч. Когда он, кстати, горит... Опс! Когда он горит, он наносит немного урона. А, вот, теперь он будет взрываться. Говорят, что этот босс очень кривой по хитбоксам. И это действительно так. Иногда он не попадает, когда вроде как должен был попасть. А иногда, наоборот, попадает тогда, когда он вроде как-то не должен был попасть. Взрываться будешь? Ну, у него не особо замысловатый мувсет. Ну, с лукой он становится вообще простым. Ну, я бы не сказал, что в одиночку его намного сложнее убивать. В принципе, я думаю, что со второй-третьей попытки, когда уже более-менее человек изучает его мувсет, становится не очень сложным. Я говорю, а одна проблема, это то, что до него добираться тяжело от костра. Но, учитывая то, что здесь противники кончаются после определенного количества смертей, можно просто пофармить души, убить несколько раз этих рыцарей и потом спокойненько пробегать к этому демону. Как многие, наверняка, в первый раз и делали. В том числе и я, по-моему, когда первый раз играл во второй Dark Souls. Мне эта локация так бесила, что я просто реально тут ее зачищал практически полностью. И мы получаем свиной щит и огненную бабочку. Кстати, мы также еще получили его душу. Тоже можно почитать. Душа демона из плавильни. Душа демона из плавильни, обитавшего в замке, погруженного в железо. Жизнь железного короля забрало существо из железа. Наделенное душой. Но был ли этот металлический голя в замке с самого начала или появился из-за занощивости короля? В общем, одни загадки. А может быть так, а может быть и был, а может быть и не был. И тут у нас костер. И вообще этот демон из плавильни, это опциональный босс. Вы могли вообще его не убивать, а сразу же подняться здесь и пройти сюда. Но тогда бы вы были лишены этого костра, что усложнило бы вашу жизнь. В последующем. Потому что следующая часть локации тоже далеко не подарок. Также я еще поднял... Свинной щит. Забавный щит. Странный щит в форме свиной головы. Свинья выглядит почти настоящей, но не более того. Защищает не лучшим образом, хотя и может испугать неподготовленного врага. Моя дубина опять разваливается. Очень некрепкая она. Особенно если бить всяких железных горящих демонов из плавильни. И очередной, мать его, преследователь. И здесь он, по-моему, очень прочный. Но и награда за его смерть будет поинтереснее, чем просто обычный мерцающий титанит. И еще хорошим плюсом является то, что рядом с этим преследователем находится костер. Ой-ой-ой, нет-нет-нет, не хотел. Маловато у меня выносливости, чтобы делать вот такие вот крутасы. Фух, я думал достанет. Прям миллиметр, миллиметр я рассчитал расстояние, чтобы попить свой эстус. Да, так. Мне опять повезло. Что-то слишком много мне сегодня везет. Но я думаю, пора кончать его. Кольцо клинков. Плюс один. У нас уже есть такое кольцо. Но оно у нас обычное. И плюс один. Очень даже ничего. Увеличивает урон. Ну, давайте убьем его. Чего он здесь стоит? Здесь у нас еще куча олонских рыцарей и броненосец, который любит ломать пол. К тому же здесь еще и фарлорн решил вторгнуться своим рандомом. Ну, давай, фарлорн. Сейчас мы тебя окучим по-быстрому. Давай, выходи. Ну, где-то. Боишься? Боишься? Этот говнюк сломал пол. А, фарлорн, конечно же, прыгать не умеет. Ну, да. Ты не умеешь прыгать? Какая досада. Можно, блин, тебя тогда вообще, я не знаю, тут просто взять вот так вот. Наглым образом. И расстрелять. Ну, а почему бы и нет? Зачем мне рисковать своей жизнью, перепрыгивать туда, маневрировать на этом маленьком островке? К тому же фарлорно. Я вообще не просил сюда вторгаться. Так. Человеческая фигурка. Броненосец. Ух ты! Я уже настолько обнаглел то, что думал, что и ты с первого удара умрешь. Панцирные перчатки. Кстати, именно в этом замке мы находим панцирный сет, но он немного отличается от того панцирного сета, который мы могли видеть в крепости. Наручи панцирного солдата. Отлично защищают, но так много весит, что сражаться в них может только очень сильный воин. Панцирных солдат создал старый железный король. При помощи чары душ. Сейчас же это просто железная оболочка, которую можно носить. Некогда старый король мог творить невероятные вещи при помощи своей великой души. Но, волею случая, он сбился с пути и превратился в обычного охотника за удовольствием. И вот тут задаешься вопросом, откуда мать его у него была великая душа? Потому что, потому что... По сюжету у нас Вендрик... Ладно, немножко засполерю. Ну, это я просто про эти самые нестыковки с временными интервалами. Дело в том, что, вроде как Вендрик, победил всех великих и забрал их великие души. Но если старый железный король существовал до Вендрика, то каким образом у него осталась великая душа? Либо все-таки старый железный король существовал в ту же эпоху, что и сам Вендрик. И Вендрик передал ему эту великую душу. Либо... Вендрик получил какие-то другие великие души. Не знаю. Здесь можно спустить в лифт и отправить того парня покупаться в лаве. Прям как Т-1000 из Терминатора. Так, здесь у нас... Здесь у нас... Здесь у нас... Не помню, что у нас здесь. Здесь у нас, по-моему, что-то было. А, ну да, здесь нужно ставить камень Фароса, чтобы тут что-то было. По-тайной проход, хотя я бы не сказал, что он прям совсем по-тайной, потому что... Все-таки... Это очевидно, что эту стену нужно сломать. Сюда можно наблюдать... Вот часть локации сверху. Отвратительная локация. Кругом лава, броненосцы, стрелки. В общем, полный комплект. И здесь у нас еще один сундук. Это не мимик. Кварцевое кольцо грома. Не помню. Нет, у нас еще не было такого кольца. Это очередное резистное кольцо, только теперь уже от молний. Здесь очень интересный костер и лестница, которая ведет в другую часть этой локации. В принципе, можно отдохнуть. Подход к башне солнца называется костер. Но давайте перед тем, как ее посетить, сходим в Маджулу и потратим наши души. Как-то мне боязно за мои 67 тысяч душ. И давайте вложим все наши души, наконец-то, уже в стойкость. Ну, в принципе, на этом все. Можно возвращаться. Хотя нет, давайте-ка я все-таки усилию свою дубину еще на один уровень, чтобы убивать этих броненосцев с одного удара. Мне нужен один обломок и 1650 душ. Блин, чуть не хватает. Продолжим исследовать нашу железную цитадель. Точнее, мы сейчас попадем немножко в другую ее часть. и убивать все твои пицы. Ти-ни-ие пицы. Игра фуллинг Субтитры делал DimaTorzok И это очередной ковенант, ковенант звонарей. Этот сумасшедший карлик говорит, что этот ковенант охраняет некий колокол, колокол вен, который принадлежит принцу. Есть также и второй колокол, который принадлежит принцессе. Он находится как раз в забытой крепости, туда я еще не ходил. И эти колокола как раз указывают, что Железная Цитадель это часть Королевства Вен, а Забытая Крепость это часть Королевства Алкен. Почему он называет Железного Короля принцем? Ну, возможно, что Старый Железный Король на тот момент, когда были построены эти башни, еще не был королем, был принцем. Либо речь идет о другом человеке, не о Старом Железном Короле, а о том самом принце, который впоследствии, возможно, превратился в Валшиного Демона. Ну, а кем же тогда является принцесса? И вряд ли этой принцессой является Мита. И есть как раз предположение по этому поводу, что как раз Забытая Грешница и является этой принцессой. Так как именно в Старой Крепости находится вторая башня. И этот ковенант настолько суров, что даже члены этого ковенанта вторгаются друг другу, чтобы защитить этот колокол. Также мы получили Перстень Звонаря, Кольцо Ордена Звонарей. Ступите в этот Орден и наденьте это кольцо, и тогда вас смогут сразу же призвать в мир игрока, вторгшегося во владение Звонарей. Два колокола символизируют связь между двумя влюбленными, которые так и не смогли быть вместе. Звонари их вечные стражи, ибо такова их любовь, таково их проклятие. Похоже здесь какая-то трагическая история, возможно по типу Ромео и Джульетты. Ха! Четкое попадание. Если бы я играл по сети, то скорее всего ко мне бы тут вторглись. Ведь даже сейчас этот ковенант более-менее жив. И здесь можно призвать странствующего мечника Эйдола. Давайте призваем, просто посмотрим, как он оруидует своим двойным мечом. Также он пользуется камнями, искал Хэллоу. А нам выпал кнут огня. Древняя первобытная пирамантия поражает врагов огненной плетью. Одно из начальных заклинаний пирамантии для эффектного использования требуется ловко и быстро двигаться. Что дано не каждому. Эта локация очень просторная, это плюс, так как она является пвп ареной. Хм, а я думал, не так уж и плохо. Так, здесь в этой колонии у нас нет никакой дырки. Нету. Тут у нас рычаг. И к нам вторгается темный звонарь. Это рычаг активирует колокол и открывает проход. Чувеческая фигурка. Сама эта часть локации очень маленькая, разделена как бы на две части этими решетками. Отсюда можно наблюдать такой вот кровавый пейзаж вокруг горы. Похоже, там пробудился вулкан, откуда истекает вся эта лава. Возможно, как раз после того, как железная крепость и начала погружаться под землю, она каким-то образом пробудила этот вулкан, который находился здесь рядом. Так, и этот парень с эвелином мне уже поднадоел, он что вниз упал. Даже с двумя эвелинами. Так, тут еще и второй парень с эвелином. Ну, теперь у нас тут, можно сказать, бой 2 на 2. Не совсем равный, конечно. Черные фантомы. Прикольные звонари с горящими топорами. К тому же еще и очень прочные. Ну, ударное оружие, похоже, не особо эффективно против них просто. Фемиан простака. Здесь можно подняться на лестницу, чтобы вернуться обратно. Ну, и, в принципе, на этом вся локация заканчивается. Эвел возвращается в свой мир. Здесь у нас еще одна пирамантия всесожжения. Эта пирамантия создает огненный покров, испепеляющий находящихся рядом врагов. Нет нужды говорить, что пока она активна, она обжигает и самого мага. Если кто-то желает чего-то по-настоящему сильно, его не остановит никакое пламя. Человеческая фигурка – пилюля трехглазой змеи. Пилюли, от которых пахнет ржавчиной, на время увеличивают сопротивление к окаменению. В народных преданиях часто упоминается святая Элизабет. Лекарства и зелья по ее рецептам применяются и по сей день. Ну, мы уже это читали. Так, и где-то здесь у нас есть еще одна скрытая стена. За которую комната с двумя сундуками. Большой меч черного рыцаря. Кто не знает, железные сундуки, они не разбиваются. Если деревянный сундук можно разбить и потерять то, что там лежит, то железные сундуки не разбиваются. И если вы находитесь в железных сундук, то это как раз означает, скорее всего, то, что там лежит что-то полезное. Защитный колокольчик и большой щит с деревом. Защитный колокольчик, колокольчик клириков из Линдельта. Это усилит действия чудес и порчи. Священный колокольчик нужен для усиления чудес, но раньше этой цели служило нечто совершенно иное. Да, действительно, в первом Дарксоулсе никаких колокольчиков не было. Большой меч черного рыцаря. Двуручный меч рыцарей, служивших повелителю света в давние времена. Даже обугливший тела огонь не смог лишить их силы. Они по сей день стоят в дозоре, готовые бросить вызов любому чужаку. Но, к сожалению, по-моему, во второй части мы их не встречаем. Большой щит с деревом. Щит духа синего дерева считается, что он обладает божественной силой. Встречается в сказаниях Аквелли, боге сна. Он может отражать заклинания с помощью парирования. Когда-то жил мальчик, который всего пугался, пока говорящая дерево из мира грез не превратила себя в щит для его защиты. И вот такой вот меч. Достаточно шустрые атаки для такого большого меча. По мушету очень похож на меч Дранглика. Ну а его особенностью является то, что он еще эскалируется от интеллекта и веры. И мы, сделав круг, вернулись... в то место, откуда и начинали. Но нужно быть осторожным, так как все враги здесь восстановились. В том числе и те, которые стоят справа. Вау! 726 урона. Давайте опять опустим эту платформу. Да, броненосец, похоже, решил составить компанию. Если нажимать на вот эти кнопки, то вот эти квадратные платформы будут опускаться. Это, конечно, полезно, если вы хотите уронить своих врагов вниз. Но это также потом может создать дополнительные проблемы, так как... ...маневрировать станет сложнее. Так, и здесь главное не наступать на эти кнопки. Иначе потом тоже здесь появятся определенные сложности. Из этих чанов начнет литься лава. И тут у нас очередной предмет, до которого проблематично добраться. Ну, как я уже сказал, все эти предметы... ...я соберу потом, которые лежат на этих... ...огненных платформах. Блин, все-таки зацепил. Так, кто у нас здесь остался? Там стоит броненосец, там стоит капитан. Еще чертова статуя эта огнем дышит. Ну, ладно, этого мы, наверное, уроним вниз. И посмотрим. Да, теперь их можно класть с первого удара. Большая душа солдата. Здесь можно подняться наверх. Либо идти в тот проход, который придет нас прямиком к боссу. Обладателю очередной великой души. Да. Такие вот они глупые. Так и норовят самоуничтожиться. Ну, учитывая, что это всего лишь доспех. Ничего удивительного. Нет у него никакого чувства самосохранения. Для начала сходим наверх. Это позволит нам взять... ...пару дополнительных предметов, хоть и не очень полезных. Здесь также, по-моему, вторгается какой-то фантом, если мне не изменяет память. Большая стрела разрушения. Да. Вот он. Собиратель Оливер. Не зря он называется Собирателем, так как у него... ...огромный арсенал различного оружия, и он его постепенно меняет. Как бы подстраиваясь под вашу тактику ведения боя. Но, похоже... ...против моей дубины у него просто... ...нету никаких вариантов. Кроме как... ...лежать на полу. И... ...большая дубина в очередной раз под угрозой. Так, и... ...давайте-ка... ...воспользуемся... ...порошком. Чтобы лишний раз не ломать свою дубину... ...поднимемся повыше. Эта локация больше напоминает на какой-то не замок, а литейный цех. И тут у нас крыша аж тремя... ...олонскими капитанами. Ну, плюс в том, что... ...олонские капитаны, они очень ленивые и... ...не любят передвигаться, поэтому... ...можно, в принципе, их из той дыры попытаться всех расстрелять. Но... ...можно также просто... ...прийти и... ...раскидать их в ближнем бою. Они не будут нападать на вас толпой. Просто будут постреливать издалека из своих луков. В чём их большая ошибка. Осколок титанита, огненная стрела... ...ш-тридцать штук. Большая секира чёрного рыцаря. Поднимали меч. Теперь мы ещё взяли секиру. И вообще, вот это вот место очень сильно напоминает изолит из первого Dark Souls. Даже, особенно, вот эти вот постройки вот на дальней колонии. И это, в принципе, неудивительно, учитывая то, что... ...боссом этой локации является демон. Хех. И, возможно, этот замок... ...погрузился в лаву не просто так, а... ...это могла поспособствовать забытая грешница. Но это только моё предположение. Здесь у нас вот такой вот спуск. Здесь нет рыцарей. Я помню, где-то здесь были рыцари. А, вон он. И весь этот спуск ради вот этого вот кольца... Ну, вообще, очень странно, как здесь распределены предметы. Потому что... ...здесь мы находим кольцо с золотым змеем. Но у нас уже есть кольцо с золотым змеем плюс один. И это кольцо с золотым змеем становится для нас абсолютно бесполезным. Да. Мне кажется, тут бы и костей не должно остаться... ...после того, как кто-то... ...бы упал в чан с лавой. Здесь не очень приятное место. И хорошо, что они не нападают здесь одновременно. Так. Очередной шлем. Тут башня. И вот этот проход... Там мы уже были за этим туманом. Я не стал в него заходить. Это как раз то самое место, где стоял броненосец, побежал за нами. Я пошел, по-моему, на той лестнице, поднялся и пошел через верх, через крышу. И спустился здесь. Здесь отвратительный коридор, но... ...с нашей дубиной... ...все упрощается. Как ловушки для этих броненосцев можно использовать эту штуку, но ее использовать здесь не очень удобно. Лучше используйте дубину. Это нужно рассчитать, чтобы он подошел, и эта штука в определенный момент упала ему на него. Ну, практически как сейчас мне. По-моему, если ударить... Нет, эта штука не поворачивается, поворачивается... Ох, так... Здесь есть лестница, которую реально очень легко пропустить. И как раз, когда я первый раз играл на этой локации, я ее пропускал и матерился, блин, как же далеко бежать от костра до босса этой локации. Но... Как оказалось, здесь все намного проще, и... Здесь есть лестница. Реально, она очень сильно сливается с решеткой. И помимо костра здесь есть еще очень полезный рычаг. Если ударить вот эту стату, да, она поворачивается. Не знаю, на какой хрен это нужно. Возможно, это сделано для того, чтобы сделать какую-нибудь пакость фантому, который вторгнется в ваш мир. И вот этот как раз рычаг, мы сейчас как бы находимся в голове того самого быка, которого мы видели снаружи, это вот его глаза. И этот рычаг отключает все огненные ловушки в этом замке. Так же тут костер, можно отдохнуть спокойно. И с чувством преисполненного долга можно отправляться к боссу. Здесь у нас еще короткий лук. Молний. Эти шипы меня тоже раньше напрягали. Мне так оказалось раньше, что они раз и могут сомкнуться в какой-то определенный момент. Но нет, они просто так. Здесь на стене и... Если подойти близко, можно на них конечно напороться, но они снимают не так много жизни. Здесь можно призвать охотницу за людьми О'Хара, но мы не будем этого делать. Босс-то локации не очень сложный. Он немножко кривой, но не сложный. Да, вот эта вот часть локации вообще очень сильно напоминает этот залит. И этот огромный бык, который скорее всего символизирует могущество железного короля и его алчность, которая впоследствии его и погубила. Как дополнительный оваж нижнюю скорость, ladies. Поехали. Замело, что в ней совершенно очень важное подходило. Чем более чем-то повышатели? Поехали исчезligt. Прижегacceptов на вленки, веришься, мужская волшеберка есть различные разбросessentialroseя. Простили ее сверк ¨в И вот он сам Собственной персоной Старый железный король Огромный демон Диабло Очень медленный демон Не представляет особой сложности Но больше представляет Сложность сама вот эта локация Она очень маленькая И вот эта вот чертова дырка В которую я могу спокойно упасть Такие у него Размашистые удары После которых он еще и умудряется Очень долго тормозить Если попасть под удар То мало не покажется Как я уже говорил Здесь больше проблема Нисколько в боссе А в том чтобы не упасть С этого маленького островка Ух ты В этот раз он побыстрее убрал свой кулак Ох ты Ох ты Да, а тут он, да, прям интересный. И его, по-моему, даже можно отравить. Ну, такой вот здоровый, неповоротливый обладатель великой души. Вообще, здесь все обладатели великих душ. Не очень сложный босс и, к тому же, не очень интересный, к сожалению. Так, что у нас здесь? Мечта окаменевшая. И очередной главный костер со сломанным витым мечом, который перенесет нас в Маджулу. Но, так же здесь можно попасть в одной из DLC. Там, где лишь зверя ступила нога, где никогда не звучали рога. Стихи. В башне старого железного короля по рождению мрака слышны голоса. Выйдет тогда на поверхность беда, что короля погребла навсегда. Итак, в DLC мы пойдем уже потом, после того, как пройдем основную игру. И давайте вернемся в Маджулу.